Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Ян Вермер ван Дельфт. Художник мастерской голландская школа. Сюжет воспроизводимый нами картины незамысловат. Широкоплечий молодой человек спиной к зрителю, некрасивая модель в самой обыкновенной позе, белая стена и на ней карта 17 провинций Голландии. Вот и вся картина. Но что сделал художник из этого неинтересного сюжета? Как умело скрыл он главный, нелепый в своей аллегоричности мотив картины. Именно таким образом выражаем мы себе за работой живописца, который так близко стоит к нашему художественному пониманию, как немногие другие. Великого, вопреки Моне, мастера святотени, малоизвестного у себя на родине и умершего в молодых летах Вермера. Что на этой чудной картине, хранящейся в Чернинской галереи в Вене, Вермер изобразил саму себя в своей мастерской. В этом вряд ли можно сомневаться, хотя фигура и сидит к нам спиной. Какой же другой художник поставил бы свою модель так близко к окну в яркий солнечный свет? Вермер удивительно передает свет, но не только золотой и как бы неземной свет его великого соотечественника на Рембрандта, а ясный дневной свет солнца. Его свет имеет и сильные тени, что особенно видно на этой картине. Но и самые глубокие тени у него прозрачные и колоритные. Краски в них почти так же роскошные и разнообразные, как и в самом свете. В его палитре господствуют холодные, голубые и желтые тона, а также светло-серые, лилово-фиолетовые, зеленые. И вообще такие краски, которые нельзя назвать красивыми, которые трудно гармонируют между собой. Тем не менее, художник соединил их в дивные симфонии. Дельф, родина Вермера, изданно славилась своим фаянсовым производством, знаменитым изделиями под Бакерс. Случайно ли это, или что-то другое, но сметанные, в кавычках, тона дельфского фаянса, имеют некоторое сходство с красками на картинах нашего художника. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока-пока, до свидания.